Итак, далее тему, как не участвовать в войне против Украины, мы будем обсуждать уже с экспертом в нашей студии, присоединяется Геннадий Владимирович Гудков, российский оппозиционный политик. Геннадий Владимирович, здравствуйте. Да, я всем желаю здоровья, хорошего настроения, ну и победы. Геннадий Владимирович, я вот не так давно видела в эфире «Дождя» интервью с российским десантником, который даже вот уже успел книгу написать об этой войне России против Украины. И несмотря на то, что он называет себя истинным патриотом России, он военный России, он все-таки сказал такую фразу, что Россия не имела морального права нападать на Украину. Ну если дословно он говорил, мы не имели морального права нападать на чужую страну. Но самое главное, как по мне, из того, что он сказал, причем он это сказал как-то так довольно между строк, что российская армия абсолютно не в том состоянии, в котором ее пытаются преподнести и нарисовать, представить прокремлевские СМИ, что на самом деле состояние самой армии, обеспечения и морального духа военных гораздо хуже, чем это все представляется для зрителей прокремлевских каналов. У вас есть представление, главной причиной для отказа воевать? Вот уже через полгода войны все-таки является страх за свою жизнь или до людей чаще доходит суть этой войны? То, что человек, который соглашается взять оружие и пересечь границу с Украиной, он по факту сразу становится убийцей и преступником? Ну, у нас никогда ведь не бывает одному какого-то фактора. Я тоже патриот России, я тоже считаю, что Россия никакого не имела, ну, путинская Россия не имела никакого права нападать на любую страну, тем более Украину. Вот, поэтому тот, кто это сделал, как раз разрушает Россию, уничтожает ее. И я вас уверяю, что более сильный удар Путин нанес не по Украине, а по России. Просто этот удар будет иметь последствия в будущем. Если мы говорим об Украине, как сейчас происходящее событие, удары ракетные, бомбовые, продвижение войск, оккупация, фашизация этого вторжения и так далее. То есть мы сейчас видим последствия ударов по Украине, путинского режима, то удар по Россию впоследствии начнутся значительно позже, они будут гораздо более разрушительными и ужасными. Поэтому совершенно очевидно, что все, кто нормальные люди, любят свою страну, я имею в виду Россию, патриоты, они даже ненавидят это вторжение и тот режим, которого развязали. Что касается морального и боевого состояния армии, понятно, она удерживается за счет жесткого командования, репрессивных мер, она удерживается пока еще за счет вот этих вот ловцов счастья, которые за деньги идут туда воевать, готовые, в общем-то, по большому счету, готовые раздаться с жизнью. Мы с вами знаем, что часть направляющихся туда за деньги готова торговать своей жизнью. Это объективная реальность. Но другая часть не желает погибать непонятно за что. Они не могут не понимать, ну еще первую неделю можно было не разобраться, вторую неделю. Но когда проходит достаточно времени, то люди не могут не понимать, что они творят. Они, конечно, там внутри себя чем-то себя оправдывают, они внутри себя какие-то находят объяснения, пояснения, толкования. Но в целом это все равно понимание, что они оккупанты, фашисты, что они убивают людей, что никакой перспективы эта война не имеет, что они пушечные мяса. Они все равно это на подсознательном и сознательном уровне начинают ощущать все больше и больше. И поэтому в состоянии российской армии, я все время об этом говорю, ну буквально там с первых дней день войны, то, конечно, идет деморализация армии. Может быть, она учится военному, да, у нее обретает военный опыт, но совершенно точно теряет боевой дух, потому что она непонятно за что сражается. Нет совершенно никакой идеи, которая могла бы там поднимать бойцов в атаку, вот именно как идея. Поэтому совершенно понятно, что время работает на Украину, на дальнейшую деморализацию армии. Потери, они, может быть, не останавливают Путина и режим, но потери серьезнейшим образом морально влияют на состояние людей. Люди все-таки ведя войну, даже ведя войну. Вот мы анализировали, может, извините, если отклоним в сторону, мы анализировали, вот есть такой Дмитрий Некрасов, он великолепно знает историю, но вообще такой пытливый ум, который там пытается найти нетривиальные закономерности решения. Вот мы анализировали, он, вернее, анализировал, нам рассказал о своих выводах. Войны за последние, там, ну, что-то там, 300 лет, 500 лет, не знаю. И вот они выводили со своими товарищами цифру Пати, приемлемых, которая вдохновляла армию на захваты, на продолжение оккупации и так далее. Это древность. И вы удивитесь, какие там цифры были приемлемы для поддержания боевого духа армии. Максимум 3 процента. 3, 5 уже считалось много, а 7 считалось недопустимым. То есть люди, которые сидели на войну, понимали, что есть 5 процентов максимум риска, что тебя убьют, а 95% то, что ты вернешься здоровым, живым, да еще и награбленным имуществом. Ну, я уж извиняюсь за цинизм. И вот поэтому, конечно, когда идут потери 15-20, вот вы же слышали, что там Пригожин ездил по тюремам и колониям и собирал людей. И даже он, исходя из рассказов тех, кто потом об этом говорил, даже он заявлял о том, что уровень потерь не меньше 15%. 15% это, в общем-то, для западных армий даже в суровые годы войны считаются предельные и практически недопустимые потери. А если эти потери выше, то деморализация идет на самом высоком уровне. Либо вот когда люди прощаются уже с жизнью, как это было в Второй мировой войне, все понимали, что ну и ладно, побегу, но погибну, ну что теперь сделаешь, потому что сзади там стреляют в спину своей, если ты что-то не сделаешь, или там какие-то другие мотивы были. Поэтому совершенно понятно, что вот сейчас и уровень потерь в армии, он является серьезнейшим фактором ее деморализации. Не для общества российского, которое привыкло к смертям чужих, а вот для, значит, самих военнослужащих это серьезный фактор деморализации. Кстати, официальные данные о потерях российской армии в войне против Украины в эфире «Марафон и Фрейдом» можно услышать, по крайней мере, в начале практически каждого часа в эфире канала ЕИ. Поэтому, если вас действительно интересует эта информация, обращаясь к нашим зрителям, то обязательно можете ее узнать в эфире телеканала ЕИ. И вот вы затронули уже так несколько финансовый аспект, и тоже есть некоторые данные о том, что 200-300 тысяч рублей, вот это такая цена выезды мужчины из оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей в Российскую Федерацию. Об этом в эфире информационного «Марафона Фрейдом» рассказал основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский. И сейчас мы можем услышать его цитату. Если он платит, то там есть схемы, как объехать границу. Надо понимать, что там очень много входов и выходов, особенно в Луганской области, через границу Российской Федерации. Там, к примеру, есть поселок Гекова, он граничит. И там можно прямо перейти и этим пользуются. Ну, конечно, это коррупционная схема. Ну, как коррупционная. С этих 300 тысяч гривен водитель может и получать прибыли, которые за это все берется. Там тысяч пятьдесят, а остальное все уходит на взятки оккупантам. Знаете, впервые, наверное, в жизни для меня коррупция выдается чем-то адекватным и даже более-менее благим на фоне всего, что происходит, на фоне остального происходящего. И мы говорим уже о том, кто уже увидел, что такое война своими глазами, кто уже испытал это на себе и точно решил, что не хочет в этом участвовать. А на данный момент, если превентивно, в самой России, до того, как попасть в Украину, до того, как взять оружие в руки, есть какие-то такие, пусть даже коррупционные способы обхода, способы немного обезопасить себя и все-таки отказаться, хотя бы таким образом идти воевать? Ну, конечно, основная мобилизация – это найм за деньги, основная мобилизация. Срочников все-таки пока стараются во избежание больших скандалов не посылать, но введены совершенно жуткие нормативы, я имею в виду не жуткие, но такие циничные нормативы, когда можно подписывать контракт с первого дня призыва. Это как раз стрессовое состояние призывника, потому что он попадает в совершенно непривычную ситуацию. Ну, это как заключенный попадает, там, первый день в камеру, конечно, абсолютно находится в состоянии стресса, да, пока он там привыкает, обвыкнет. И вот как раз в этом состоянии призывникам пытаются предложить контракт, делать все возможное, и запугивают, и уговаривают, и пощают, и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь, конечно, если семьи не хотят продавать или менять своих детей на лады калины, там, и другие какие-то пособия, то надо детей прятать. Ну, к сожалению, в любом способе. За взятки, не за взятки, делать больными. Ну, и, к сожалению, российская коррупционная система дает массу вариантов, массу выходов, массу, так сказать, возможностей. Я рекомендовал бы тем семьям, которые понимают губительность этой войны, ее абсолютную чудовищную несправедливость, как раз делать именно это самое. Я думаю, что родители найдут выходы, найдут ходы и, в конце концов, просто упряты. Просто тупо не приходить на избирательные, на сборные пункты военные на какое-то время. Потому что война, все-таки, я надеюсь, что она на истощение ресурсов, она скоро закончится. Просто не будет такого длительного времени у путинского режима, чтобы вести войну против Украины. Я не знаю, закончится она до конца года, но мне кажется, что она точно закончится до весны. Потому что это она будет не более года. Мое личное мнение. Я могу ошибаться, потому что, может, я действительно не военный эксперт, не все понимаю. Но у меня такое впечатление, тем более мы видим, что по июлю статистика говорит о том, что резко изменилось состояние российского бюджета, резко упали сборы по ряду позиций в бюджет. Бюджет становится дефицитным. Путин, еще там три месяца назад, два месяца назад, он показывал, что он все-таки может быть профицитным, а Путин может долго вести войну. Вот нынешние цифры показывают, что что-то резко поменялось в российской экономике, в российском бюджете. И проблемы нарастают. Видимо, затраты на войну растут, а экономика начинает ухоживаться, начинает сокращаться, и налоговых поступлений нет. Сказываются санкции, сказывается эмбарго, и идет все как бы цифры. По линии, так сказать, схлопывания, финансирования должно идти. Поэтому я думаю, что на это время надо хотя бы детей спрятать, не давать им служить, не давать им становиться убийцами. Потому что опять-таки обращаюсь через ваш канал к родителям, к семьям. Вот сейчас, я совершенно точно в этом убежден, что это не вранье, сейчас заявляют украинские спикеры о том, что установлено уже больше 160 тысяч участников войны, оккупации из числа россиян в Украину. 160 тысяч. Что это означает? Это означает, что даже если люди выжили, остались там, они обслуживали какие-то длины связи, штабы и прочее, и прочее вернули в страну с полугодового контракта, они навсегда попадают в базу данных военных преступников на всю оставшуюся жизнь. На всю оставшуюся жизнь они будут прятаться от закона. Либо они окажутся рано или поздно в какой-то термин, в какой-то срок. Вот это вот надо осознавать молодежи. Потому что Путины уходят, а страна останется, поколения останутся, и они и будут иметь печать, неизгладимую печать военного преступника. Кто не хочет такую печать получить, должен думать. Поэтому, да, надо прятать, надо делать все возможное. И когда вы сказали про коррупцию, да, это, наверное, единственный плюс от российской коррупции, когда мы видим разворованную армию, ее снабжение, мы видим обман в производстве оружия, в его, так сказать, характеристиках. Слава российской коррупции, которая создает серьезнейшие проблемы для российской армии, дает возможность украинской армии не только защищаться, но и готовиться к наступлению. Геннадий Владимирович, ну и далее о тех, кто все-таки вынужден, не то что, кого вынудили или вынуждают зарабатывать на участие в войне. Геннадий Владимирович, вы еще с нами? Геннадий Владимирович, вы знаете, это прекрасно. Ее использовали, по крайней мере, в первые месяцы, вот именно в этой войне против Украины, что людей просто отправили, потому что каково отправляли? Из депрессивных регионов, действительно, тех, у кого не было возможности нормально заработать, не было возможности на самом деле кормить свою семью, и предлагали им заработок таким образом. Но все-таки ведь эту злобу можно было бы, и, наверное, лучше было бы направить на борьбу за Россию внутри самой России. Как вы считаете, приближается ли российское общество уже к этому? Приходит ли оно к той степени понимания, и свидетельствует ли об этом, как минимум, поджоги военкоматов? Безусловно, ну, давайте, как соснов начнем. В России исключен любой мирный протест. Вот просто вот возьмите, это как же актер, действительно, не требующие доказательства. В России исключены любые формы мирного протеста. Просто исключены, потому что все эти годы власть готовилась подавлять народ, и она подготовилась к этому прекрасно, к сожалению. Все, что она смогла научиться делать, это подавлять народные выступления. Разгромлены оппозиции, уничтожены независимые СМИ, заблокирован интернет, любой выход на улицы оборачивается арестами, пытками, избиениями, приговорами и так далее и тому подобное. Значит, остается два типа сопротивления. Это либо иное сопротивление, поджог военкоматов только одна из форм. Мы знаем, что в Украине формируются пока, может быть, еще и малочисленные, но тем не менее уже российские или русские батальоны, которые ведут вооруженное сопротивление к путинскому режиму. Это тоже правильная мысль. Вот. Вторая форма – это какие-то более радикальные способы. К ним пока еще не готово. Общество плюс, мы имеем сильные спецслужбы, которые, обладая гигантскими полномочиями, все-таки пресекают эти вещи. То есть пока, пока еще эффективно. Это говорит о том, что явление не очень массовое, потому что спецслужбы становятся не очень влиятельными и сильными, когда это массовое явление. Значит, пока еще нет. Я, например, жду обострения подпольной борьбы в тех регионах, где есть объективные проблемы, ну типа там Кавказа и так далее и тому подобное. Или там Хабаровск, как положено. Возможно, там что-то будет возникать в первую очередь. Но то, что будет радикализация протеста, и он будет обретать какие-то силовые формы, у меня в этом сомнений нет. К сожалению, это требует достаточно определенного количества времени и ухудшения условий по всей России. Быстро ждать этого явления мы с вами, ну, не можем. Это будет несправедливо, нечестно говорить об этом, обманывать наших зрителей. Потому что еще раз подчеркнула, создана гигантская сила для подавления любого выступления народных масс. Вот так вот примерно. Ну, так или иначе, мы понимаем, даже если так вот очень, в общем, берем данные, население России гораздо больше, чем количество силовиков. Даже если мы берем то население, которое способно физически выйти на улицу, способно физически нарисовать плакат, способно физически как-то убегать, если нужно, либо бороться, если нужно, так же на улицах. Потому что в данном случае это действительно не какой-то прям вот переворот в плохом смысле, это борьба за свою жизнь и за свое будущее. И мне кажется, что просто не до конца есть понимание, а за что бороться, а для чего нам это нужно. Как считаете? Вот я просто уверяю, что в Украине сейчас не до конца имеется понимание, к сожалению, о том, что происходит внутри России. Россия такая же оккупированная страна, с жестким полицейским режимом, с абсолютным беспределом и произволом властей, с абсолютно жестокими формами подавления любых народных преступлений. Российский народ, тот, который против войны, находится в состоянии действия оккупационных властей. Вот просто вы должны вот это понимать. И это гигантские силы, говорить, малых силовиков. Но давайте посчитаем. 400 тысяч Росгвардии, 850 тысяч сотрудников МВД. Считайте, 1,2 миллиона. Добавьте сюда различные подразделения следственных органов, ФСБ. Мы получаем с вами прокуратуры, судебных структур. Мы с вами получаем 1,5 миллиона силовиков, заточенных на подавление народных масс. 1,5 миллиона. Это гигантская цифра. Вы знаете, что армии, которые воюют в Украине, это всего лишь 150 тысяч человек. А здесь в 10 раз больше армия создана в России для подавления народных выступлений. Вот поэтому, когда вы говорите, что почему-почему, я вам объясняю, что в 10 раз больше армия стоит на страже путинского режима внутри страны с абсолютными, подчеркиваю, полномочиями, с абсолютным отсутствием возможности защищаться. И вот это, к сожалению, возникло не сразу, не сейчас. Поэтому Путин вел страну многие годы. Ваш покорный слуга говорил об этом в 2010 году, когда мы проводили пресс-конференцию под названием «Нет новому ГУЛАГу» на Арбате в 2010 году. И говорил о том, что мы к этому придем. К сожалению, мне не верили. Вот сейчас вы видите то, что происходит в стране. Поэтому, к сожалению, жители Украины, надеясь на какие-то массовые выступления, не понимают, что происходит в самой России. Это надо просто почувствовать один раз. Вот ваш покорный слуга уехал за час до ареста своего. А сын, который меня заставил уехать за час до ареста, отсидел в этот же год там 40 суток в тюрьме. За то, что мы там попытались участвовать в российской политике и стать депутатами московского парламента. Это то самое малое, что они делают. А все остальное еще хуже. Что касается тех, кто действительно уже на своем примере осознал, что не хочет участвовать в войне против Украины, несколько членов Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека в конце июля обратились в военную прокуратуру с требованием проверить данные о неподобающем обращении с российскими военнослужащими, которые подали рапорты об увольнении с контрактной службы из-за нежелания участвовать в войне против Украины. Согласно тексту письма, которое имеется в распоряжении журналистов Deutsche Welle, родственники как минимум шести отказников сообщили Совету о нарушениях прав своих близких. Авторы письма указывают, что законодательство Российской Федерации не дает командованию воинских частей право каким-либо образом наказывать желающих уволиться контрактников. Ввиду этого члены Совета требуют проверить информацию о незаконном удержании отказников на территории самопровозглашенных республик, обеспечить защиту потерпевших военнослужащих и расследовать совершенные в отношении них преступления. Есть также информация, я просто действительно интересовалась, какие же все-таки инструменты внутри самой России остаются для того, чтобы отказаться воевать, отказаться брать оружие в руки. И вот один из них правозащитники призывают написать рапорт командованию, сразу же говорят, что этот рапорт абсолютно никого не интересует, и нужно обращаться в военную прокуратуру. Это все еще имеет хоть какой-то результат или все-таки нет даже шансов вот хоть каким-либо правовым способом добиваться того, чтобы... Потому что, с одной стороны, я находила информацию о том, что вот делайте так-то, так-то, ну вот это маловероятно, что принесет результат, а это может принести результат. А с другой стороны, я находила информацию, что абсолютно ничего не помогает, и любая попытка правовой, оставить свои права именно в правовом поле с помощью законодательства, они абсолютно ничтожны и не приводят к никакому результату. Ну, если позволите, я отвечу на последний вопрос, просто у меня там сейчас другие уже, в другой графике идет. Вот, значит, я вам могу сказать, что в России нет права, нет прав и свобод человека, нет возможности их захищать. Военные прокуратуры, как прокуратуры, органы надзора за законом не существуют. Это подразделения исполнительной власти, обеспечивающие задачи, политические задачи режима. Прокуратуры не существуют, судебной системы не существуют. Даже сейчас начали преследовать, сажать массово адвокатов за то, что они выполняют свою функцию защиты в судах. Тупо берут, запугивают, сажают адвокатов в совершенно дикой, варварской, средневековой практике. И это, кто говорит лишний раз о том, что в России нет никаких правовых возможностей. Вот еще раз говорю, в России уничтожено право как таковое, подменено политической целесообразностью и, значит, доктриной власти. Все. Вот это единственное право. Геннадий Владимирович, благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Напомню зрителям, что с нами на связи был Геннадий Владимирович Гудков, российской оппозиционной политики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова